Привет всем! У нас сегодня замечательная погода. Над морем небольшая дымка, но это от того, что, наверное, идет испарение. Море холодное, на улице тепло. Видно, да, как туман какой-то рассеивается. Вот. Здесь полы помыли, хлорка прям чувствуется. Хлоркой пахнет. Видите, туристы местные, но не местные, испанцы, наверное, потому что по-испански разговаривают. Там вот какая-то вот листочек висит, как бы мне воду сегодня не отключили. А то у нас бывает, знаете, чистят трубы и отключают воду. Значок, что это вода, вижу. А то приехала, не знаю, непонятно зачем. 9 мая. Ходы. У нас, по-моему, нет воды. Подождите, моя улица где? Антикера. Нет воды. Пипец. У нас сегодня до трех воды нету. А я приехала. Я в прошлом году также переехала. И в этом году приехала. Походу, у меня сегодня выходной. Блин. Ну, почему я раньше не видела, а? В прошлом году точно так же. Я приехала, а тут все закрыто. У меня уже клиентов сегодня три штуки. О, у меня столько-то песен. Мамочки. Смотрите, сколько всяких песен. Надо на почту сходить, забрать все. А это что там за письмо такое непонятное? Ой, ну вообще. Ну как же это так, а? Вот неприятность. Блин, хотела подработать немножко. Ну как, немножко работать хотела. Твою дивизию. Повесит где-то бумажки, где не надо. Я нихрена не вижу. Ой, ну надеюсь, что есть вода. Хотя, что надеяться, если ее нету? Сто процентов пока. Ой, тут, по-моему, есть. Чуть не пойму. Есть, нет? 9 мая написано. Вроде есть. Ничего не пойму. Чуть не пойму. Сейчас сестре позвоню и спрошу. Чарли Адандева? Не вату? Да что ра, она вовсе нос и плоды. Что это за письмо такое интересное? Сигурдат социаль. Надо же, сейчас посмотрим. В общем, у меня вода течет. Сейчас я сестре позвоню и спрошу. Она больше знает. У них магазин, поэтому... Я только сейчас, кстати, с ней разговаривала. Давай. Давай. Посмотрим, что она мне говорит. Скажет. Так, что-то как-то непонятно. Есть вода, нет вода. Конечно, можно было бы сбежать до нее. Что там за углом вон туда? Ну, позвоню лучше, позвоню. Че, почем и как. Не берем трубку. У меня еще в магазине тоже иногда не бывает связи. Че, к мне идти придется. А вот. Этони? Сейчас что-то там срабатывали. Ну, так, что мне придется срабатывать. Сейчас я хочу гладить, как было бы. А, то есть, это же вон. Да, вон. Вот так. А, так. Вон, здесь. А, вот так. Короче, не будет сегодня воды. поэтому я вам не говорю лучше тогда я уйду они города в принципе вы наверное слышали день работы делен если я знал я бы не приехал ну ладно пойду домой такой вот у меня импровизированный выходной сейчас напишу что нет воды что что все завтра в общем сейчас еду на на почту посмотреть что там у меня прислали уже давно я заказывалась алиэкспресс уже даже если честно не помню что поэтому поеду сейчас еще хочу в магазин посмотреть поехать посмотреть какие-нибудь босоножки себя не оказывается найти и такие есть на каждый день но нету парадный выходных ну так бы как бы я хотела не то что парадные выходные а что-то между парадом и и и на каждый день скажем так вот сейчас заеду я по центру ходил ничего не понравилось сейчас заеду там вот где у нас видал киаби там у нас есть дочь называется магазин туда и все еще и домой отдыхать вот такая вот у нас сегодня площадь погода суперская бабушки дедушки отдыхают не жизнь а сказка блин боюсь его отпускать там вот дети есть поэтому не буду его отпускать зашла в аптеку как всегда и все ай чё счет хотел сказать даже не помню хотел сказать что ты хотела важные а не помню церковь наша вот в том парке вот за этой церкви мы всегда гуляем мой любимый парк кафешечка такая вот сидит серебиночек ребятеночек меня чарли он не обижает детей но он хочет с ними играть а вот таким маля пусечка как может он играть он побежит на него и тот упадет чуть бошку расшибет а я потом отвечаю за это поэтому боюсь я когда детьми он у меня еще такой резвый мой ребеночек такой маленький мальчик кстати у нас в аптеку можно сходить с собакой на руках конечно я буду нашел вот не знаю почему вообще с собаками у нас нигде нельзя не в магазин вы знаете где продукты питания туда нельзя так как аптека наверное там нет продуктов питания я просто один раз увидела что женщина собака заходила на руках я тоже зашла мне ничего не сказали мне наоборот хотят они вы погладите сразу предупреждаю что мою собаку у меня на руках нельзя гладить и пахнуть может не может ати пахнет сто процентов поэтому на вид такой веселый хорошенький у нас сегодня дети куда-то все весь день идут причем маленькие которые малюсенькие такие годика по три по четыре они куда-то вот идут что наверное какой-то праздник лежу тому взрослые вот и куда-то идут дети чарли спираты вот видите куда-то они тоже идут прям толпами куда-то не будет я не понимаю правда куда ой мы что-то не выйдем нужно другую сторону идти по этой стороне у нас все дискотеки вары ночью работают я человек не ночной я не люблю ночью никуда выходить я если смотрю 10 уже должна быть в кроватке отдыхать не знаю мне прям ночью уж иногда говорит пойдемте по выпьем по боктейлю караоке сходим я такая днем да да пошли потом такая в девять вечера может не надо чё говорю уже все уже потом придешь устанешь умываться надо никуда не ходим постоянно так что вот так вот я не ночной человек не люблю на днем что угодно это знаете часиков до шести после шести мне уже нужен расслабляться куда они все идут дети какой у нас тут по классный ладно буду я сейчас круголяку так отдам дома в той стороне я вот так кругом обойду чтоб чарли погулял у меня и сегодня с утра уже два раза в туалет сходил как-то странно и прям нормально так обычно так и для приличия сегодня прям муж пожрал вчера нормально что что наверняка на 8 муж суп не доял гороховый и ему дал подкармливает а потом блин корм сухой не ест я не любительница чтобы моя собака ела что мы едим я считаю лучше корм но он не получается ладно все жарко жарко я сегодня окна открыла посмотреть надо их правда еще помыть ветер от такого но но тепло а что мне пришло по почте стекло на телефон сейчас вот это дурацкий буду снимать видите он какой с этими с краями я еще правда не видел он закрытый поэтому я не знаю что там за стекло может такое же дурацкое пришло с половинчатые так что сейчас буду менять и посмотрю что это там за стекло такое этом картошку поставила жарить сегодня будет салатом у меня а пока стекло поменяю у нас что-то сегодня происходит я не пойму что дети вот бегут смотрите сколько музыка играет вовсю вон там у нас же школа за это за домом вон там они куда-то бьют сначала туда бежали сейчас обратно бегут в школу слышите микрофоны короче что-то какой-то праздник у детей сегодня сегодня праздник у стекло вроде бы хорошее вот прям подошел наконец-то мне не уродский телефон и с такими маленькими стеклами но не было никаких он прибежал тряпочек чтобы протереть я вот для стек для этих прибежал там муж с ним играется вот он ко мне прибежал смотрите смотрите лоб его видите лоб чарли мои губы и моя радость такая счастье мое вот сейчас пойду салат у меня сезарь есть картошку чуть-чуть попробую жареную и все и все и буду отдыхать правда нефига ничего не делала ну просто что делать еще и окна надо помыть не знаю сегодня завтра послезавтра когда желание будет мы вышли как всегда на нашу прогулку у нас видите как пасмурно стало тут из гранаты идут тучи подруга говорил у них там град прошел гранат нас находится в часе езды 40 минут час и там град говорят прошел ливи не так каждый день у них а у нас нет ничего вот так идет идет но не доходит вот идем по этой дороге по другой но я сейчас вот тут пойду потом вон туда и не как обычно потому что в это время по той обычной нашей дороге ходят 2 бабочки с тремя собаками очень невоспитанными собаками есть одна среди них три раза больше чарли видно что молодая и вот она не умеет играть она вот то ли играть то ли фиг его поймешь то есть один раз я успела чарли схватить она прямо на него кинулась кусаться и кинулась прямом смысле а хозяйка вот это она так играет это на так играть я вам как-то уже рассказывала я еще так подумал нифига себе если она так играет как она дерется так смешно и вот вчера я значит видя их сразу чарли взяла на руки это тоже на нас кинулась прямом смысле кинулась вот и начала прыгать на меня и дамочка даже знаете как со мной там зовет назвала блин иди сюда иди сюда иди ты наверное к ней и возьми ты видишь на человека прыгает это вот она так потому что ты его на руки взяла извините меня это ваша собака на меня прыгает хочешь я там на голову поставлю свою собаку ты свою возьми невоспитанную или воспитая ее так как надо она чё на меня прыгать а если бы я с ребенком была он бы тоже прыгала на меня вот типа лучше если бы их отпустить я буду до чтобы она кусал кусатель кинулся на мою собаку лучше пусть кусает я ее чуть не это не побила когда она сказала эти слова я говорю но я сдержалась я ей таким серьезным тоном я говорю извините но я не хочу чтобы какие-то собаки кусали мою собаку и я не стала с ней связываться потому что все это время пока мы с ней вели диалог ее собака на меня прыгала то есть она прыгала у до сих пор на меня и я вот так вот стояла с чарли вот так то есть вот уворачиваясь так куда ахтала вокруг меня куда ахтала вот так потому что другая тоже с двумя собаками их своих привязывать хотела короче две клуши какие-то и я иду вот это вот другая собака у меня в ногах я спотыкаюсь про нее горбит я сейчас тут убью всех нахер не хотя потому что под ногами мешается то прыгает короче дурдом на выезде не все говорю сегодня я туда не пойду я не знаю если завели собак блин воспитывайте их да а как вы по городу с ними ходить они тоже кидаются на всех или что вот мой чарлис я допустим знаю что он не любит детей да я когда вижу детей это не значит что он на них кинется или что-то нет но я чтобы предотвратить что-то я его просто привязываю и мне так спокойнее и всем спокойнее потому что я я как бы не доверяю собак она остается собакой да вот но увидя что вот или тут я тоже много раз гуляю вижу что идут мне напротив тоже какой-нибудь собака они знают что с их собака не умеет себя вести там или что-то и они его сразу привязывают и все я же знаю что мой чарли ему вообще никто не нужен ни собаки не люди когда мы он только вот детей с детьми хочет играться но играется он опять своеобразно он гавкает и тоже так же вот может вот так вот лапы поставить ну извините мой 6 килограммовый и какой-нибудь 30 килограммов это я знаю это я всегда его привязываю потому что дети могут испугаться они же не знают что с ним играть идет собака правильно а вот и вот поэтому я иду по другому пути вот тут обычно я вот там ходила он конечно подлиннее ну блин чтобы их не видеть а время такое время видите просто сейчас уже не жарко не холодно в это время идти какое-то другое время уже будет поздно а если раньше то жарко и сейчас иду не пойму без очков не могу щурюсь а в очках темно что за дебильные солнце здесь хотя его нет прям туман такой все черное какое-то непонятное общем может быть нож ночью дождь пойдет кстати сейчас надо посмотреть по телефону что там передают вроде бы дожди не передавали хотя в гранаде вот каждый день идет причем он там говорит по пять минут раз и все потом нет так что вот так вот пожаловалась на невоспитанных собак точнее это люди виноваты потому что животные тоже их надо учить воспитывать иначе будут как эти вот как их не бегать туда-сюда без всякого смысла как этого и бежит просто это я такая а другой можете знаете люлей навешать собаки чего-то просто можете у него или ногой пену пихнуть или еще что-то сделать больно собаки но им по ходу по барабану что там хоть их облупи ты тут он наверное чувствует каких-то собак поэтому себе как ведет чего там он всегда а да там ведь две овчарки 1 овчарка но они закрыты по идее должны да они закрыты но они тоже овчарки это прошлый раз были открыты и ничего они не делали то есть они не опасны день хочу вам показать вот видите фокусируется не на том ладно мы пошли дальше гулять здесь просто эти сады всякие черемои и и все такое лимоны там вот идут с собаками он гуляет везде все цветет такие запахи тут необыкновенные вообще не пойму откуда я тут почти каждый день хожу а сегодня прям то ли ветра нет то ли не знаю что ну-ка пахнет так начинается начинается у него валяние по траве что-то не не нравится ему он сейчас нашел там щеночка такого юрсая маленький такой но обычно маленьких всегда боится это прям игрался с ним так какие чудные да пахнет вообще классно мы уже пришли я даже фруктовый сходила купила себе клубнички вкусно что-то мне так захотелось в своем фруктовом магазине оно просто великолепно слива они дуб дубом дубовый не знаю почему как клубника пахнет вообще и нисперу не шмала не помню как она называется сейчас потому что она страшная такая блин какой но она говорит я и спросил бы мне сладкий что были там были такие крупные красивые она говорит вот это слаще чем-то те ну я взяла вот эти страшненькие они дешевые 2 это евро 80 килограмм как семечки вы смотрите какие они малюсенькие что у меня уже сегодня состоит из клубники сейчас на мою себе это вкусно так пахнет и тает во рту представляете тает во рту они в губах или как там говорят так что сейчас на мою клубники надо мне сегодня еще пропылесосить и все больше никаких планов на сегодня нет как всегда сижу монтирую и вижу что не попрощалась потому что я уже делать ничего не буду в принципе ничего и не делала такого особенного вообще ничего не делал сегодня как-то день долгий и и как-то странно прошел когда не работаешь когда вот так работу тебе убирают то не понимаешь что делать в общем вот так мы будем с вами прощаться до завтра спасибо вам всем за такие теплые комментарии о прошлом видео и буду теперь рассказывать как бы основной вы знаете обо мне а теперь буду рассказывать во влогах потихонечку там и чего и как о детстве в общем чего-нибудь такое уже мелкое как говорится основной уже все сказано так что всем спасибо вам за все с праздником вас победы хоть завтра уже и 10 будет но сегодня у меня 9 вот все смотрят военные фильмы я наверно начну завтра потому что сегодня как-то я включила интернет и что-то я не пойму почему не пошло у меня сегодня смотреть фильмы никакие не фильмы не сериала ничего я не знаю почему бывают такие дни когда просто не охота не смотреть не телевизор ничего там он у меня как фон и говорит и говорит сидела просто в интернете копалась босоножки себе купила потому что я походила посмотрела по магазин мне ничего не нравится мне нужны желтые нашла в интернете вернее их нашла еще позавчера но я думаю посмотрю тут вот так вот ничего не нашла поэтому купила в интернете на следующей неделе должны прийти надеемся что успеет прийти к коммуниону иначе смысл смысл вот вам разболтала в чем я буду одета в цвете по крайней мере ну поживем увидим так что все друзья всего вам хорошего и всем пока пока и до завтра спасибо